В эфире новости Курган.ру в студии Елена Волкова. И в ближайшие полчаса о самых интересных событиях в регионе расскажут наши корреспонденты. И сегодня в выпуске. Колодезный плен. Во дворе одного из жилых домов в центре Кургана 4-летний малыш провалился в открытый канализационный люк. Новый статус населенных пунктов. В Курганской области появится несколько казачьих станиц. Региональный закон уже одобрен губернатором. Повара, слесари и строители – самые востребованные специальности. Бюджетные места в училищах распределят в соответствии с запросами рынка труда. Накануне вечером в Щучанском районе произошла крупная авария. Около 19.30 на 93-м километре автодороги Иртыш, в двух километрах от города Щучьи, 41-летний водитель не справился с управлением автомобиля Рено и выехал на полосу встречного движения. На встречу ему ехала Лада Калина под управлением 30-летнего водителя. Избежать столкновения не удалось. От полученного удара Лада загорелась. В результате происшествия водитель иномарки и его пассажир, 34-летняя женщина, от полученных травм скончались на месте. Пассажир автомобиля Лада, 36-летний мужчина, также погиб на месте. Водитель автомобиля Лада и еще двое его пассажиров, 6-летний мальчик и девочка, с травмами различной степени тяжести, госпитализированы. Позже водитель Лады скончался в больнице. Второе за вечер ДТП произошло спустя полчаса в Половинском районе на 32-м километре автодороги Курган-Половинная в районе села Байдары. Столкнулись автомобили Хёнда и Фольксваген. В результате происшествия оба водителя скончались на месте. Пассажир автомобиля Фольксваген, 39-летняя женщина, госпитализирована в больницу. Всего за прошедшие сутки в Заурале произошло 37 дорожно-транспортных происшествий, в которых 6 человек погибли и четверо получили ранения. Полицейские в очередной раз выявили в Кургане факт незаконной организации и проведения азартных игр. На этот раз подпольное казино накрыли в помещении одного из курганских баров. Заведение по улице Некрасова, 9А, давно попало в поле зрения правоохранительных органов. В клубе действовала жесткая пропускная система. Попасть туда могли только свои. Служба охраны через камеры видеонаблюдения проверяла каждого, кто пытался пройти в игровой зал. В октябре прошлого года оперативники уже изымали из подпольного казино 10 игровых автоматов. В этот раз вывезли уже 21 единицу электронного оборудования. На администратора заведения составлен протокол. Правда, штраф ему грозит мизерный – до 3000 рублей. Привлечь же к ответственности хозяина пивкома в соответствии с существующим законодательством достаточно сложно, рассказали о Управлении экономической безопасности ОМВД России по Курганской области. Для доказательства вины юридического лица или индивидуального предпринимателя необходимо установить размер дохода от незаконной деятельности. Понятно, что никакой открытой бухгалтерии горные клубы не ведут. Однако определить выручку все же можно с помощью экспертизы аппаратов. К тому же на месте, как правило, полицейские застают лишь сотрудников заведения, которые утверждают, что никакого отношения к организации незаконной игровой деятельности они не имеют. Мы считаем, что организация, которая там находится на Некрасово, это пивком, она является арендатором данного помещения. Руководитель нам известен этой организацией, с ним беседы уже проводились. Руководитель не может не знать, что на территории, которая принадлежит ему на правах аренды, осуществляется незаконная игровая деятельность. Соответственно, у нас к нему много вопросов. Житель Кургана Павел Подберезных 3 февраля вместе с сыном Кириллом возвращался домой. Во дворе своего дома по улице Пролетарская он увидел молодого человека, стоящего у открытого канализационного люка, из которого доносился детский плач. В колодец четырехлетний Степа Белоусов угодил, когда гулял с бабушкой. Первым среагировал случайный прохожий Максим Марсин. Именно он вызвал спасателей и ждал их приезда у люка. Решив не медлить, Павел взял из своего автомобиля трос, чтобы вызволить ребенка из коммунального плена. В это время к колодцу подбежал дедушка малыша и, поскользнувшись, тоже упал в злополучный люк. Теперь спасать пришлось уже двоих. Вместе с сыном Павлу удалось вытащить и ребенка, и его дедушку. Скобок-то их всего две. Обычно бывают маленькие колодцы, низкие, а тут почему-то он в уборке какой-то оказался. Все, он соскользнул, там же мокро, все соскользнул, туда упал. Все, я побежал за тросом, трос достал с машины. Спустились в трос. Сначала ребенка, подвезли его, его вытянули. Глубина колодца около шести метров. Пострадавшим от халатности коммунальщиков повезло. Они отделались ушибами и ссадинами. За спасение ребенка Павел и Кирилл Подберезных получили благодарственные письма от начальника управления по делам ГО и ЧС Кургана Аркадика Гаустова. То, что он там мало находился, это хороший момент. То, что он упал, конечно, отделался ссадинами. И в Красном Крысе обследовали ребенка, отпустили домой. То есть все удачно завершилось. Благодаря именно вот неподготовленным, обычным людям. Как рассказал Павел Подберезных, колодец во дворе дома номер 48 по Пролетарской открыт уже долгое время. Местные жители, чтобы как-то обозначить опасную зону, воткнули в люк елку. Видимо, она и привлекла любопытство четырехлетнего Степы. После происшествия крышка здесь так и не появилась. Горожанам опять пришлось обходиться подручными средствами. Теперь колодец закрывает старая дверь. Оксана Савакова, Марина Белкина, Александр Киселев, информационное агентство «Курган.ру». Бывшего депутата Михаила Гурко оставили отбывать срок в колонии строгого режима. Сегодня коллегия по уголовным делам Курганского областного суда, рассмотрев жалобу адвоката бывшего депутата зауральского парламента Михаила Гурко на приговор по громкому уголовному делу, оставила ее без удовлетворения, а приговор без изменения. В соответствии с ним Гурко проведет пять лет в колонии. Напомним, 20 декабря суд первой инстанции по делу Гурко прошел в особом порядке, то есть по упрощенной процедуре. За активное участие в хулиганстве в составе организованной преступной группы Гурко признан виновным. Ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии строгого режима. Сколько дел было рассмотрено судом в ушедшем году и какие из них наиболее заинтересовали общественность? Курганский областной суд подытожил результаты своей деятельности в 2012 году. 176 219. Такое количество дел рассмотрели зауральские суды в 2012 году. На традиционной февральской пресс-конференции, посвященной итогам работы судов общей юрисдикции Курганской области, представители президиума суда рассказали об основных показателях своей деятельности в ушедшем году и ответили на интересующие журналистов вопросы. По категориям уголовных дел преобладают имущественные преступления, это кражи, грабежи, также преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и умышленное причинение тяжкого и средней тяжести вреда здоровью. Лишились свободы в ушедшем году 50 подростков. При этом все они были ранее судимы. В целом, по количеству преступлений с участием несовершеннолетних наблюдается отрицательная динамика. Растет число осужденных женщин. Как правило, эти дела связаны с кражами, нанесением телесных повреждений, незаконным оборотом наркотиков и уклонением от уплаты алиментов. Резонансными стали дела о коррупции, по которым 77 подсудимым вынесен обвинительный приговор. Трудности у суда вызвали иски по обвинению в клевете и угрозе жизни и здоровью. Самые трудные доказательные дела, на наш взгляд, это как раз дела, которые совершаются в семье. Там, так сказать, в закрытом жилом помещении, где нет посторонних, все это совершается не публично. Поэтому вот оправдательный приговор достаточно много именно по этой категории дел. В прошлом году впервые работали апелляционные инстанции по гражданским делам. По словам заместителя председателя суда Николая Мочегаева, это упорядочило работу по рассмотрению гражданских дел и качество решений по ним не ухудшило. Итоги работы судов общей юрисдикции подведут в совещании судей 1 марта. Юрий Пестерев, Дарья Федерягина, Александр Киселев, Светлана Брагина, информационное агентство Курганру. Когда отменят карантин, вопрос о восстановлении учебного процесса возможно решится в эту пятницу. По информации администрации города Кургана, в последние дни ситуация с заболеваниями гриппом и ОРВИ немного улучшается. Однако об отмене карантинных мероприятий отмечают специалисты, говорить пока рано. По информации Управления Роспотребнадзора в Кургане заболеваемость на 108% выше эпидемического порога. Заседание городской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности ориентировочно пройдет в пятницу, 1 марта. На нем и будет решено, продлевать карантин или нет. Напомним, общий карантин объявлен только для общеобразовательных учреждений. Решение закрывать ли учреждения дополнительного образования, такие как секции, музыкальные школы или школы искусств, принимает руководство этих учебных заведений самостоятельно. Спортивные секции, функционирующие на свежем воздухе, также открыты для посещений. 5473 бюджетных места запланировано выделить в этом учебном году в учреждениях среднего и начального профессионального образования Зауралья. Какие специальности наиболее востребованы, обсудили в правительстве области. Бюджетных мест в профучилищах, техникумах и колледжах станет меньше на 123. Это связано с сокращением в этом году количества выпускников школ на 5%. Распределение прошло в соответствии с заявками отраслевых ведомств и ключевых предприятий региона. Кадровый заказ как раз формируется отраслевыми департаментами и всеми предприятиями отрасли. И в соответствии с этими объемными показателями утверждаются бюджетные цифры для наших подведомственных учреждений. На 20% увеличат набор на специальность «Лечебное дело». Ей будут обучаться 135 студентов. В текущем году список специальностей, где обучают за счет бюджета области, расширится. Появится литейное производство черных и цветных металлов, теплоснабжение, теплотехническое оборудование, техническое обслуживание, ремонт радиоэлектронной техники, технология деревообработки, социальная работа, технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий. Кроме того, в училищах сформируют две новые группы электроснабженцев и сварщиков. Губернатор поручил управлению образования и отраслевым руководителям еще раз проанализировать потребности хозяйственного комплекса региона. «Поднимите документы и посмотрите, что вы подали как отраслевой департамент по рабочим профессиям, которые вы уже предъявили. Я просто прошу согласовать этот документ, мне предъявить визы всех членов правительства, отличающих за свои отрасли, по согласованию этих цифр». Наибольший заказ от работодателей поступил на поваров и кондитеров, мастеров общестроительных работ, слесарей по ремонту машин и мастеров отделочных строительных работ. Оксана Савакова, Василий Малухин, Андрей Глазырин, информационное агентство «Курган.ру». В Заурале появятся новые населенные пункты – казачьи станицы. Во вторник на заседании областной думы депутаты поддержали инициативу своих коллег из сельской думы Макушинского района дополнить закон об административно-территориальном устройстве Курганской области еще одной категории сельского населенного пункта – станицей. Это поселения, где проживают казаки численностью не менее ста человек, или которые исторически имеют статус станицы. Губернатор Олег Богомолов в своем заключении подтвердил, что такое изменение в региональном законе вполне возможно. Пока законопроект принят в первом чтении, а ко второму документ доработают в части уточнения критериев казачьих станиц. Количество случаев с тяжелым травмированием работников возросло за год на 10%, с 48 до 53 пострадавших. Основные причины травматизма специалисты разбирали на заседании областной комиссии по охране труда. Возросло число тяжелых несчастных случаев на производстве. То есть в 2011 году у нас было 48 таких случаев. В общем, увеличение произошло на 5 случаев. Если в целом посмотреть арифметику, в общем-то радоваться нам с вами не приходится. Практически, значит, все осталось на уровне прошлого года. В случае со смертельным исходом снизилось за год на 16%. Уменьшилось и общее количество производственных травм. Тем не менее, на заседании присутствовали руководители семи предприятий, где травмы, которые получили работники, привели к летальному исходу. Это организации сферы обслуживания, промышленного производства, строительства и охранные предприятия. Своя комиссия по охране труда существует на Курган-Водоканале. В ее обязанности входит аттестация рабочих мест, допуск к работе и инструктаж. Но подвела дисциплина. В последний рабочий день прошлого года на удаленном объекте слесарь получил смертельную травму, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Уходя, уже переодевшись, уходя домой, сорвался со ступени лестницы, металлической лестницы, упал. Произошел ушиб головы и он попал в реанимацию. И 7 января уже этого года он скончался в больнице. На заседании не раз было отмечено прискорбное лидерство Кургана по количеству смертельных травм. У нас практически ничего не меняется по городу Кургану. Если я назвал у вас 19 случаев, то из них 13 – это город Курган. То есть это Львина и Адоли сегодня город Курган. Уже не один год настораживает эта картина, складывающаяся с травматизмом в городе Кургане. Относительные показатели роста динамики в Кургане составляет 32%. То есть Курган вырос на 32% по сравнению с логическим периодом 2011 года. Нарушение технологических процессов, эксплуатация неисправных механизмов и недостатки в подготовке работников по охране труда – вот основные причины несчастных случаев на производстве. Их перечень почти не меняется. Следующее заседание комиссии пройдет в Китовском районе, где также отмечается рост негативной статистики. Юрий Пестерев, Василий Малухин, Андрей Глазырин, информационное агентство Курганру. Совместно с правительством Курганской области в рамках программы «Зауралье бессирот» информационное агентство Курганру продолжает проект «Ищу маму». Мы рассказываем о тех, кто пока лишен материнского тепла, но очень в нем нуждается и, главное, достоин его. Сегодня речь пойдет о сестре с братом Гале и Юре. Десятилетняя Галя во всем помогает младшему брату. По характеру она полная противоположность Юры. Настоящий ураган, жизнерадостная хохотушка, простодушная, любит коллективные игры. Охотно берется за любое дело, безоговорочно выполняет задания педагогов, активно идет на контакт. Люблю вышивать крестиком, вязать, лепить, рисовать, бегать, прыгать. Люблю на лыжах кататься на коньках, ходить по гостям, встречать своих близких, праздновать всякие праздники. Нет такого занятия, где бы Галя себя не попробовала. Что-нибудь приготовить вкусненькое, пожалуйста, выступить на сцене запросто. Но самое ценное качество – доброта. Недавно девочка подарила любимую куклу абсолютно незнакомой сверстнице, которая попала в больницу. Не по годам Галя берет на себя ответственность из-за брата. На правах старшей сестры она его опекает, оберегает, учит, проверяет у него уроки. Тем более, что Юра в этом году пошел в первый класс. Она поддерживает его эмоциональную сферу и учебную мотивацию, чтобы ему было так же интересно заниматься. Юра любит заниматься математикой, русским языком, изучает природу. Скромный, даже скорее замкнутый, серьезный и задумчивый. Мальчик избирателен в своих привязанностях. Он долго присматривается к человеку, прежде чем довериться ему. С ним нужно всегда очень тесно беседовать. И, как бы, раскрывая ребенка, только тогда он идет уже, что-то рассказывает о себе, в отличие от его сестры. Но у них также хорошие взаимоотношения. Он всегда по ней очень скучает, когда ее нет рядом. Мальчик любит заниматься конструированием, тоже так же рисованием. У него много творческих различных способностей. Брат с сестрой ищут родителей, проживающих в Кургане, поскольку у девочки ограниченные возможности здоровья. Ей необходимо квалифицированное медицинское наблюдение. Телефон для справок в городе Кургане 25-53-34. Ведь так не бывает на свете, чтоб были потеряны дети. В правительстве Курганской области принято распоряжение о проведении противопаводковых мероприятий. Насколько оказались превышены нормы снега на территории региона, расскажем далее. Пока неизвестно, как высоко поднимется вода в реках и насколько широким будет в этом году поводок. Точный прогноз появится лишь в начале марта. Тем не менее, специалисты отмечают превышение снежных осадков в этом году. По данным снегосъемки, то, что было сделано 10 февраля, запасы снега на территории Курганской области превышают в полтора-два раза нормы. Запасы воды в снеге составляют до трех с половиной норм. Проведение противопаводковых мероприятий позволит пропустить весеннее половодие с минимальным ущербом и своевременно реагировать на возникновение чрезвычайных ситуаций. Начальник управления реабилитации территории Валерий Симоненков отметил, что запланированы мероприятия по взаимодействию со Свердловской и Челябинской областями. С Кастанайской областью Казахстана также налажено тесное сотрудничество. При имеющемся информации запасы снега тоже в пределах таких же, как у нас. И то, что имеется там дефицит в водохранилищах, где-то в пределах 40%. Губернатор Курганской области Олег Богомолов распорядился предоставить ему полную картину с прогнозными оценками относительно паводков до 15 марта. Сейчас ведутся работы по берегу укреплению в селе Глядянское и Кургане. С 2012 года велись работы в районе микрорайона ТЭЦ, Бульвара Солнечной, Шевелевки, Кировского моста, Филармонии и Забурово-Петровским мостом. На сегодня работы выполнены более чем наполовину. Юрий Пестерев, Василий Малухин, Александр Киселев, информационное агентство Курганру. Курганская и Шадринской епархии 20 лет. По историческим меркам срок небольшой, но он неотъемлемая часть многовековой истории православия в Заурале со времен освоения русскими первопроходцами сибирских земель до сегодняшнего дня. На праздничной литургии и торжественном приеме в честь даты побывала наша съемочная группа. История православия в Зауралье знает разные периоды. Петровские и Екатерининские реформы XVIII века привели к угасанию монастырской духовной жизни. XIX век и начало XX – время укрепления православия на нашей земле. В начале 90-х годов прошлого века начинается период возрождения православия в России, в том числе и в Зауралье. Важнейшим событием стало постановление святейшего патриарха Алексия II из Священного Синода 22 февраля 1993 года об образовании Курганской и Шадринской епархии. В конце XX – начале XXI века жизнь Курганской епархии развивается, восстанавливаются и строятся новые храмы. Но, по мнению священнослужителей, возводить нужно не только стены, но и укреплять души людей, особенно молодежи. Поэтому особое внимание в епархии уделяется духовно-нравственному воспитанию и образованию подрастающего поколения. Главные ценности для христиан и не исповедующих никакой религии должны быть едины. Простые вещи – надо любить друг друга, надо быть преданным тому месту, той земле, на которой ты живешь. Надо уважать людей старшего возраста, надо в себе воспитать желание помогать и поддерживать ближних тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Надо быть духовно щедрее, душой щедрее. И я думаю, что многие проблемы, которые сегодня существуют, они будут постепенно уходить в небытие. Утверждение православия в Зауральском крае связано с жизнью и подвижническими трудами святого преподобного Далмата Исецкого, основателя Свято-Успенского мужского монастыря, святыни Курганской земли. Накануне юбилея епархии освященный Архиерейский собор принял единогласное решение об общецерковном прославлении святого Далмата Исецкого. 4 февраля день канонизации общецерковного прославления на Архиерейском соборе Русской Православной Церкви преподобного Далмата Исецкого. 5 февраля заканчивается собор, 6 февраля я уже вручаю первую медаль преподобного Далмата Исецкого в СИИ 70-летие в Курганской области Олегу Алексеевичу. Курганская епархия принимает участие в социальных программах, проводимых совместно с правительством Курганской области. С 2007 года было подписано новое соглашение о содействии и сотрудничестве, благодаря которому взаимоотношения стали более крепкими. Молитвами и трудами священнослужителей и монашествующих мирян духовная жизнь в Зауралии возрастает. Светлана Епифанова, Александр Менщиков, информационное агентство Курган.ру Не забудьте посмотреть прогноз погоды, а я желаю вам только хороших новостей и до свидания. Торговый дом Арман. Чай, конфеты, восточные сладости из Казахстана. Улица Некрасова, 15А. Телефон 553360. Живые, экзотические и загадочные животные. Парад обезьян. Мир тропиков. Курганский областной краеведческий музей с 6 февраля по 4 марта. Что можно купить за 49 рублей? Чашку кофе? Или удобный диван? Новый холодильник? А может, поездку на море? Кредиты без залога за 15 минут всего за 49 рублей в день. Восточный экспресс-банк. 8 800 100, ровно 7 100. Хотите провести отличный корпоратив или свадьбу на 50 или 250 человек? Тогда кафе Комфорт ждет именно вас. Отдыхайте с комфортом. Зима приносит радость всем. Встречайте в новой Телесемь. Читайте в новом номере журнала Телесемь. Модельер Слава Зайцев передает свое дело внучке. Быстрые способы справиться с простудой. Как выйти замуж за мужчину своей мечты? Новый номер Телесемь в продаже со среды 20 февраля. Покупайте Телесемь в супермаркетах Метрополис, Магнит и в сети Красное и Белое. В медицинском центре здоровья специалисты высокой квалификации на современном аппарате экспертного класса проводят ультразвуковую диагностику сердца, сосудов, суставов, щитовидной железы, органов, малого таза и брюшной полости, УЗИ беременных. Телефон 4858-00. Здравствуйте. С прогнозом погоды вас знакомит Марина Личук. Спонсор прогноза погоды – Медицинский центр здоровья. В центре здоровья специалисты высокой квалификации на современном аппарате экспертного класса проводят ультразвуковую диагностику всех органов. Обследование плода у беременных женщин в формате 3D, 4D с возможностью сделать запись на компакт-диск. Медицинский центр здоровья. Телефон 4858-00. А теперь о прогнозе синоптиков. В первый день весны в Зауралье будет облачно. Пройдут снегопады. Морозы постепенно пойдут на спад. Но температурный режим все еще останется на несколько градусов ниже своей климатической нормы. В Екатеринбурге днем минус 10-12, в Тюмени минус 8-10, в Челябинске минус 4-6, кратковременный снег. В Кургане ночью возможен небольшой снег. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха минус 20-22 градуса. Днем будет облачно. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха минус 9-11 градусов. Атмосферное давление будет падать. 1 марта солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое. На этом я прощаюсь с вами. Всего доброго. Их выдержки остается только позавидовать. Речь идет о жителях дома номер 25 по улице Зержинского. Небольшая хроника событий в сегодняшней передаче. Вы смотрите программу защита в студии Константин Пчаков. Здравствуйте. Эту передачу мы сделали для того, чтобы еще раз показать городским чиновникам, насколько остра ситуация с аварийным и ветхим жильем. Сегодняшний выпуск защиты называется «Четыре года на пороховой бочке». Январь 2009-го. Загорелся дом напротив Зержинского, 25. Погиб хозяин квартиры, в которой, как дали оценку специалисты, и произошел пожар. Другой случай не заставил себя долго ждать. Выпала несущая стена на первом этаже дома. Переселять жильцов из этого дома городские власти не намерены. Сил, средств, а главное совести хватит лишь на ликвидацию провала в стене. Конец апреля того же года. В доме под номером 2, все под той же улицей, средь бела дня выпадывает большая конная рама. 7 мая 2009 года потрясло курганцев. Сгорело общежитие Подзержинского, 19. В огне гибнут два человека. О домах на этой улице можно говорить бесконечно. Текут крыши, бежит канализация, растут трещины по зданиям. Недавно произошло еще одно ЧП. 10 февраля обвалилась кровля, и провалились перекрытия в доме Подзержинского, 25. От тяжести снега или от ветхости кровли, скорее всего, одно другому не мешало, рухнула часть крыши. Обломками повредила систему отопления, из-за чего горячая вода начала топить перекрытия третьего этажа. В один момент и они ввалились. В это время там как раз находились сотрудники МЧС. Они по толку ходили, и сотрудник МЧС упал к нам в кухню. Потом только он, в общем, что-то он с ногой повредил ногу. Потом он только успел оттуда потихонечку выползти, и вот эта вот вся махина, потолок этот, весь упал в кухню. К счастью, обошлось без жертв. Спасатели отделались легким испугом. Дежурная группа выехала на место, непосредственно начала работать. В результате работы получили такие травмы легкие. То есть незначительные, да? Да, незначительные. Что-то, может, мягкие. И перелом запястных костей. Временного жилья людям никто не предоставил. Их опять ненадолго эвакуируют. Позже разрешат вернуться в свой полуразрушенный дом. И люди вернутся, потому что иного жилья у них нет. Кому мы нужны? Вот сейчас, понимаете, какая ситуация? Куда мы поедем? Раньше хоть какое-то аварийное жилье давали. Сейчас вот у родственников такое положение, что некуда просто. Ну, переночевать ночь у одних, ночь у второго у других. И все. А все вот это вот как вот оставлять? Видите, здесь это все такое нарушение. Придешь и к чему ты придешь? Что здесь останется? Через 10 дней нанятая подрядная организация приступила к разбору завалов. Крышу восстановят за несколько недель. В принципе, можно ремонт сделать, она будет стоять. То есть убрать снег там и закрепить эту крышу. То есть сделать вот эту аварийную часть закрыть. Вот поэтому, я думаю, пока этого... То есть по мере поступления все равно финансово. Крышу подлатают, и на этом вновь забудут о судьбе многострадальных жильцов. Сколько им удалось пережить, и хватит ли еще сил и терпения существовать в этом общежитии. И каждый раз мириться с мыслью, будет завтра или нет. На этом у меня все. Смотрите это и другие программы на нашем сайте. С вами был Константин Пчаков. Желаю удачи и поменьше коммунальных проблем. Субтитры делал DimaTorzok Ты падаешь, а потом бах, происходит своего рода волшебство. Любому ребенку нужно заниматься спортом. И чтобы ребенок сам определился, что ему нравится. Я действительно не получаю за это никаких денег. Нужно очень серьезно, наверное, поработать над собой, чтобы перешагивать там порог палаты, улыбнуться и сказать доброе утро. Чуть-чуть времени найдется у каждого. Вопрос в том, на что его потратить. Субтитры создавал DimaTorzok